Всем привет! Это видео будет достаточно коротким, и оно для всех, кто разделяет мою любовь к качественному осветительному оборудованию. Этот свет стал для меня настоящим открытием, и теперь я таскаю его буквально на каждую свою съемку. И для того, чтобы не быть голословным, давайте я сразу покажу вам примеры съемок, в которых я использовал этот источник освещения. В этой съемке я использовал его в качестве контрового источника освещения, а также в качестве акцентного источника на заднем плане. На вот этой съемке со смешанным светом я использовал его, опять же, как акцентный источник света с красным цветным фильтром, поэтому вы сразу поймете, где светит именно этот источник света. На этой съемке он мне позволил добавить эффект жалюзей, причем я снимал на обычном бумажном фоне, и этот источник света помог сделать так, как будто бы дневной свет пробивается прямо в студию. На этой съемке с тату-мастером я использовал его как акцентный источник освещения, который был направлен прямо на татуировку. И, наконец, на съемке с другим тату-мастером я снова использовал его в качестве акцентного источника освещения, где он отдельно подсвечивал инсталляцию на стене с золотым черепом. Как видите, этот инструмент является одним из элементов, при помощи которых я создаю выразительные кадры. Ну что ж, я думаю, я вас заинтриговал. Давайте разбираться, что это за чудо-свет. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем! Осветительный прибор, о котором сегодня пойдет речь, на самом деле состоит из двух частей. Из самого осветительного прибора и светоформирующей насадки. Давайте начнем сначала с прибора. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Осветительный прибор Осветительный прибор — это вот такой маленький источник света, очень компактный. И он просто покорил мое сердце, потому что он собран из металла, при этом легкий и маленький, и не занимает много места при транспортировке. У этого прибора также имеется собственный кейс, причем точно такой же, как вы видите сейчас. Но несмотря на это, у Non-Lite такие удобные кейсы, что я поместил источник освещения в кейс непосредственно с насадкой. Этот компактный малыш от бренда Non-Lite называется Forza 60B, то есть бикалорный, и 2, то есть второго поколения. Я вообще в целом никому не рекомендую брать не бикалорные приборы. То есть любой LED источник освещения, который вы планируете купить, должен быть обязательно бикалорным, то есть изменять цветовую температуру. Без этого сейчас никуда. Соответственно, мощность этого прибора — 60 Вт, и этого вполне достаточно для использования с этой светоформирующей насадкой, о которой далее пойдет речь. И несмотря на то, что это самый слабый сетевой источник освещения в моем арсенале, света все равно достаточно, и дальше я объясню, почему. Кстати, меня очень поразила комплектация этого маленького источника. Во-первых, как я и сказал, он поставляется вот в таком же точно кейсе. Во-вторых, у него есть сетевой адаптер. В-третьих, у него есть рефлектор, который по форме напоминает какую-то небольшую кружечку. То есть у этого рефлектора очень и очень компактная форма. Но помимо этого в комплекте есть также специальная рукоятка с возможностью установки в нее мощных аккумуляторов. И с этой рукояткой и аккумуляторами этот прибор можно использовать там, где нет возможности подключиться к сети. То есть полностью мобильно. Но и это еще не все. Если вы обратили внимание, то у этого приборчика свой маленький байонет. Так вот, в комплекте на Нонлайт положили еще и переходник на стандартный байонет Боунс. То есть у нас полностью заряженный приборчик, готовый ко всему. В общем, меня впечатлил как сам приборчик, так и его комплектация. Но давайте перейдем ко второй части этого пазла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я бы сказал, что это самая главная часть. Вот эта штука называется проекционная насадка. И у нее внутри установлены линзы. А также четыре управляющих элемента. На самом деле я уже показывал такую насадку в предыдущем обзоре света Non-Lite, но там эта насадка была под байонет Bowens. И вот загвоздка той насадки с байонетом Bowens заключается в том, что она весит вместе со своим кейсом 15 кг. Вы не ослышались? Одна всего лишь насадка под байонет Bowens весит 15 кг. Тогда как эта насадка вместе с приборчиком, с рефлектором, с зарядкой для этого приборчика и с кейсом весит всего 4,5 кг. Я думаю, что не нужно объяснять, какая существенная разница, когда только одна насадка весит 15 кг, а здесь весь набор готовый к съемке весит всего лишь 4,5 кг. И теперь самое главное. Я уже сказал, что приборчик не особо мощный, всего 60 Вт. Но это не важно, потому что когда мы устанавливаем насадку, она усиливает мощность света как минимум в два раза. То есть мы получаем минимум 120 Вт мощности из этого маленького приборчика. И такой мощности выше крыши для тех задач, для которых я использую эту насадку. Что самое интересное, я еще ни разу не использовал маленький приборчик Forza 60B2 без этой проекционной насадки. То есть эта связка представляет для меня одно целое, и они просто созданы друг для друга. Вот так выглядит этот устрашающий сетап, который я теперь ношу на каждую свою съемку. Если вы не видели мой предыдущий обзор, в котором я рассказываю про проекционную насадку с байонетом Bowens, то я прежде всего рекомендую вам посмотреть тот обзор. Но и разумеется в этом видео расскажу о том, что она дает. Прежде всего в ней установлены оптические элементы, которые позволяют нам фокусировать световой пучок. Делается это за счет сдвигания передней части, а сама передняя часть полностью сменная. То есть здесь в моем случае 19-градусная насадка, и она создает довольно узкий пучок. Но также сюда есть возможность установить насадку с другим углом 36 градусов, и тогда световой пучок у нас будет шире. И такой более широкий световой пучок нужен в тех случаях, если вы стеснены в пространстве. То есть если у вас небольшое помещение, то берите проекционную насадку именно с 36-градусным модификатором. То есть световой пучок будет шире, соответственно вам будет проще создавать различные эффекты. Помимо того, что мы можем настраивать резкость нашего светового пучка, мы также можем им управлять, даже не используя никаких масок ГОБО. Несмотря на то, что вместе с проекционной насадкой идет целых 4 различных маски ГОБО. И поскольку сам осветительный прибор легко меняет цветовую температуру, я могу резко перевести ее в теплую и сымитировать просто закатное солнце на любой стене, где только пожелаю. Особенно если добавить жалюзи, то сразу же этот эффект проявляется. Вот как, например, на съемке с тату-мастером я вывел на стену жалюзи, и все, как будто бы у меня проникает какой-то свет. На другой съемке мне нужно было создать контролируемую засветку на моем объективе Гелиос, и я светил этим осветительным прибором прямо в объектив. И это позволило мне добиться очень крутого креативного эффекта. Также возможность создать супер маленькую точку света тоже очень важна и помогает во многих случаях, где нужно сделать всего лишь какой-то световой акцент. То есть, если резюмировать, то вот эта штука на самом деле незаменимый помощник. И это источник самого жесткого света, который может быть только в вашем арсенале. Продолжение следует... Теперь вы знаете секрет того, как создаются все эти особые формы в изображении. Когда мы хотим создать полосочку, например, на лице модели, или какой-то круг, или еще что-либо. Все это делается при помощи оптической светоформирующей насадки. Я же продолжу таскать этот набор в этом удобном кейсе на все свои съемки. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Поставьте лайк этому видео и отправляйте его своим друзьям. И всего вам доброго!